Доброе утро, дорогие друзья. Закончился праздник Шавот. Несколько слов после праздничных, так сказать. Вы знаете, это был день дарования Торы. Мы получили Тору, мы получили определенный уровень духовности, соответствующий тому, как мы жили раньше или как высшая мудрость думает, нам надо дать наперед. Мы получили подарок. Но вы знаете, бывают такие случаи, когда человеку дарят разные подарки, он сказал, что это там, книга. И раз, он ее положил, и вот она, невостребованная, годами лежит. На самом деле, если Тора, полученная нами вот несколько часов или дней назад, будет лежать невостребованная, то это и есть самое главное, что мог достигнуть противоположная сторона. Тора это не книга. Она вот нас вводит в заблуждение, потому что она вот так вот напечатана. Дело в том, что это абсолютная вот сублимация всего-всего-всего, что есть на земле. Мы должны работать с Торой, переворачивать ее, учиться, каждый раз смотреть ее. Если этот подарок остался для нас невостребованный, то мы проиграли. Если мы этот подарок не раскрыли, не применили в жизнь, то мы проиграли. Вот об этом надо задуматься, чтобы не получилось так, что этот подарок остался только на полочке стоящий. Материальный мир таков, что мы начинаем невольно задумываться и видеть, сколько много зависит от лекарств, от врачей, от спасателей, от каменщиков, от бомб, от физиков, я знаю. И кино заключается совсем в другом, в словах Талмуда. Не змея убивает, а грех. Змея, пуля, автомобиль, болезнь – это печать, поставленная на совершенный грех, а не причина смерти. Если кто помнит Булгакова, там замечательные слова, это кирпич просто так никому на голову не падает. Это не так все происходит. Я уже рассказывал, просто повторюсь, когда в свое время упали несколько самолетов, хасиды пришли к Любавичскому Рэбе, говорят, Рэбе, может быть, вообще нельзя летать. Он говорит, падают не самолеты, а люди. Вынесен приговор. Приговор на небе, а уже дальше приводят в исполнение эти ангелы, которые им получены. Повторяю еще раз, змея, пуля, автомобиль, болезни – это печать, поставленная на совершенный грех, а не причина смерти. Они только посланники, выполняющие то, что написано в приговоре небес. И для того, чтобы нам добиваться хороших приговоров, надо вот эту вот самую Тору учить, в этой самой Торе разбираться. Надо вообще, знаете, у нас в мире много помех, там, всяких страданий у человека. Он должен понимать это все с осознанием одного, с их цели. Они все имеют цель – подтолкнуть человека, попросить помощи у Творца. Человек должен сказать, дорогой отец, я читаю твою книгу, я в ней разбираюсь, но пока мне тяжело, пока сложно. Но когда ты ее читаешь, когда ты в ней разбираешься, когда ты посвящаешь время духовности, А просто сидеть и плакать ничего не поможет. Уныние, оно тоже не помогает. Уныние загрязняет нашу душу. Уныние уродует, поскольку уродливо само по себе, и Бог его ненавидит, написано. Ненавидит. Еще одно, вот я сегодня просто много раз об этом говорил, так как в этом мире, даже не так давайте, так же, как в любом торговом предприятии, один раз в году делают переучет товаров, закрывают магазин и проверяют, что продано, что нет, так и так далее. Точно так человек должен устраивать самому себе. Это не тот самоотчет, который мы обязаны каждый день, мы говорили много раз, каждый день человек должен проверить свои дела. Это не то. Раз в году человек должен остановить весь привычный ход жизни, остаться один на один с собой и проверить, куда я иду. Особенно это важно вот сейчас, после праздника Шавовод. Впереди год, куда я иду? Это самый знаменитый вопрос, который бы задал Адаму. Где ты? Дорога, к которой я иду, приближает меня к Творцу. Дорога, к которой я иду, приводит меня к настоящей цели. Иначе может оказаться, что ты проиграл не что-нибудь, а целую жизнь. Если в конце окажется, что ты не шел не туда, ты проиграл жизнь. И тогда знаете, как обидно будет? Веленский Гаон сказал, что самое большое страдание, которое может испытывать душа человека в следующем мире, это муки. После ухода из этого мира, когда он видит, чего бы он мог достичь, что он именно мог сделать, пока пребывал живым в этом мире и не достиг. Из-за этого больше всего страдает душа. Нам надо вот сейчас взять вот этот замечательный подарок, который мы получили. Тот какой-то запечатанный ларец духовностью. Втиснуть его в себя и начинать потихонечку применять свою жизнь. Брахава от слоха всего самого-самого лучшего.